Здравствуйте, дорогие друзья! Сотый Псалом сегодня у нас. Две трети пути прошли. Но это высочайший, глубочайший Псалом. И это Псалом Благодарности. А Благодарность стоит над всем. Мир построен на Благодарности. Написано, что это единственный Псалом. Когда все будут применены после прихода Машеха, останется сотый Псалом. Вот один. Теперь о его применении. В первую очередь, его читали написано для победы над врагами. Духовными и физическими. И очень сильно помогает. Особенность этого Псалма это при родах. Особенно при тяжелых родах. При легких тоже. Но при тяжелых надо тут же читать сотый Псалом. Написано, что он невероятно помогает. Мы благодарим Бога, написанного в этом Псалме, не только за малые и большие, но и за каждый миг бытия, за каждый час, за то, что он нас секундно поддерживает. И поэтому очень сильный Псалом. Для хорошего шедуха написано. Если человек ищет шедух, у него не получается. Читать этот каждый день этот Псалом очень помогает. Написано превратить врагов в своих сторонников. И чтобы сделать себя приятными в глазах других людей. Когда тебе это необходимо, пользуйся сотым Псалмом. С точки зрения каббалистов, написано, что этот Псалом аннулирует клепот. В Псалме ровно три сорок три слова. Это соответствует слову гематори слова клепа. И написано, что невероятное действие наказывает на то, чтобы очистить нас от налипшего на нас. Сорок раз, если прочитать написанный сотый Псалом, в какой-то тяжелейшей ситуации, он меняет судьбу в лучшую сторону. То есть сорокократное прочтение Псалма меняет. Что еще? Когда вы долго молились, и ваши молитвы были услышаны, и Творец воздал вам какое-то там, что-то сделал из того, что вы просили, немедленно открывать надо книгу Тигелим, сотый Псалом, благодарить Псалма, Творца, читать этот Псалом. И он хочет от нас благодарности за те чудеса, которые посылает, чтобы человек приближался к нему и был еще ближе и лучше. Зар на книгу Тигелим, сотый Псалом, пишет, что в нем надо учиться служению в радости и в страхе. Сначала человек должен ощущать, с одной стороны, радость, особенно, когда он чувствует моменты приближения к Творцу, а страх, когда, то, что называется, находясь на чужбине, понимать, что не все так просто в этом мире. И поэтому, служите Богу с радостью, такой подход является, в том числе написано, еще и замечательным лечением. Ну, еще раз повторю, для нахождения пары считается это идеальный Псалом. Ну вот, пожалуй, о сотом Псалме, ту Толику, которую я помню. Брахава от Слаха.